О чем важно знать в конце недели, расскажем в следующие полчаса. Это «Наше время на Фридом», и сегодня мы акцентируем ваше внимание на таких темах. Американские истребители уже в Украине. В День Воздушных Сил президент Зеленский подтвердил прибытие союзных F-16 и даже показал боевую авиацию. Теперь это действительно реальность. Реальность в нашем небе. F-16 в Украине. На Ближнем Востоке назревает новый конфликт. После ликвидации одного из лидеров террористов Хамас, Иран пригрозил атаковать Израиль. Мы заставим заплатить очень высокую цену за любой акт агрессии против нас на любой арене. Бучанские ведьмы, береги не небо. Как женская мобильная группа ПВО сбивает российские шахеды под Киевом. Фехтовальщица Ольга Харлан – абсолютная рекордсменка Украины в истории Олимпийских игр. У саблистки уже шесть олимпийских наград, в том числе и командное золото игр в Париже. Конечно, это для Украины. И мы везем это домой. Американские самолеты F-16 уже в Украине и выполняют боевые задачи. Об этом заявил президент Владимир Зеленский. Он не назвал точное количество авиатехники, которую передали союзники, но отметил, что благодаря ей Украина переходит на стандарт западной боевой авиации. Символично, что украинский лидер подтвердил наличие американских истребителей в День воздушных сил. Владимир Зеленский поздравил бойцов, которые закрывают небо над Украиной с профессиональным праздником, и отметил, что F-16 помогут им защитить страну от российского террора. В начале этой войны... Мы обеспечили это. Я горжусь всеми нашими ребятами, которые качественно овладевают этими самолетами и уже начали их использовать для нашего государства. Я благодарю нашу команду за этот важный результат. Спасибо партнерам, которые действительно действенно помогают с F-16 и первым государствам, которые акцептовали наш запрос о предоставлении самолетов. Спасибо. Дания, Нидерланды, Соединенные Штаты и все наши партнеры. Мы ценим вашу поддержку. И желаю нашим воздушным силам, всем нашим воинам чувствовать гордость украинцев, нашей боевой авиации и приносить Украине именно такие боевые результаты, которые приблизят нашу победу. Победу Украины. Украина намерена согласовать с НАТО создание коалиции из числа соседних стран для перехвата российских ракет в украинском небе. По словам Владимира Зеленского, именно такой коалиции Украине не хватает. И ее нужно было создать уже давно. Президент подчеркнул, что уже поручил дипломатам проработать соответствующее предложение в рамках Совета Украина-НАТО. Российские оккупанты наиболее активно штурмуют украинские позиции на Покровском направлении, не прекращают артиллерийские обстрелы Черниговска и Сумской областей. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Также там уточнили, что силы обороны Украины сдерживают атаки оккупантов и наносят противнику значительные потери. Подробности с передовой далее в сюжете. По данным Генерального штаба ВСУ, с начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта возросло до 70. Российские оккупанты продолжают задействовать авиацию для ударов по украинским позициям с воздушного пространства РФ. Горячее всего на Покровском направлении. Там россияне предприняли 16 попыток штурма украинских позиций. Впрочем, украинские воины не только стойко держат оборону на этом направлении, а также и на других вдоль всей линии фронта, но и наносят ответные удары по противнику, уничтожая его живую силу и технику. Сейчас оккупанты пытаются расширить зону своего присутствия в районе Глубокое и в районе Волчанска. В районе Волчанска бои ведутся не только в городской застройке, но и, соответственно, в лесопосадках, которые примыкают к речкам Волчья и Северский Донецк. Силы обороны Украины проводят активный характер обороны, причем об этом свидетельствуют потери оккупантов. Перечисленные подразделения оккупационных войск несут серьезные потери в личном составе. Причем, по оценкам самих оккупантов, из состава штурмующей роты остается в живых максимум 10-12 человек. Воины Национальной гвардии Украины уничтожили пехоту и технику российских оккупантов на запорожском направлении. Гвардейцы отмечают, что один беспилотник метко сбросил снаряды на пехоту, а FPV-дрон уничтожил российскую БМП-2, превратив ее в горящий металлолом. Кроме того, также на запорожском направлении войны Национальной гвардии Украины лишили российскую армию еще одной гаубицы Д-20, которую россияне безуспешно пытались спрятать в лесополосе. Как отметили силы обороны Юга Украины, украинские воины продолжают наносить удары по местам дислокации противника и даже его тылам. Только за последние сутки на южном направлении было ликвидировано 76 солдат личного состава армии РФ, а также уничтожено полсотни единиц вооружения и военной техники. В операционной зоне сил обороны Юга продолжается ежедневная контрбатарейная борьба и отражение вражеских штурмов. Противник не оставляет попыток выбить украинские подразделения с занятых позиций. За минувшие сутки российские оккупанты совершили два штурма на Ореховском направлении. Понеся потери, россияне отошли на свои исходные позиции. Из сообщения сил обороны Юга Украины в Телеграм. Как сообщает генеральный штаб ВСУ, еще 1150 своих солдат потеряла Россия в войне против Украины. Там также отмечают, что силы обороны уничтожили пять российских танков, 17 боевых бронемашин, 59 артиллерийских орудий, три реактивные системы залпового огня и столько же средств в ПВО. Кроме этого сбили 41 беспилотник и две крылатые ракеты, а также уничтожили около сотни единиц другой техники противника. Из миномета путинская армия обстреляла очаков Николаевской области. Пострадала женщина. Ей оказали медицинскую помощь на месте, сообщает областная военная администрация. Также повреждены четыре частных дома. В Сумской области из-за российских обстрелов повреждены два объекта инфраструктуры. Один в селе Мануховка. Его оккупанты атаковали дронами, сообщило оперативное командование «Север». О село Дружба обстреляли из ствольной артиллерии. Обошлось без пострадавших. Глава украинского МИДа отправился в Африку. Дмитрий Кулеба посетит Малави, Замбию и Маврики, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел. Это уже четвертая африканская турне Кулебы. Оно продлится с 4 по 8 августа. Министр проведет переговоры со своими коллегами, руководителями государств, а также представителями бизнеса и культуры. Главные темы предстоящих встреч – развитие двусторонних отношений и участие африканских государств в восстановлении справедливого мира для Украины. Филиппины и Германия обязались подписать соглашение об оборонном сотрудничестве до конца нынешнего года. Об этом договорились министр обороны Германии Борис Писториус и его филиппинский коллега Гильберто Теодора, пообещав отстаивать международный порядок в Индотехокеанском регионе. Министры встретились в Маниле, куда с первым визитом прибыл Борис Писториус. Главы оборонных ведомств отметили, что Манила и Берлин углубляют военные связи на фоне обострения напряженности в последние месяцы между Китаем и Филиппинами. Двустороннее сотрудничество имеет решающее значение как для Филиппин, так и для Германии. Оно также посылает четкий сигнал нашим партнерам. Страны, выступающие за порядок, основанные на правилах, должны быть вместе. И наша позиция ясна. Все государства должны иметь возможность свободного судоходства, независимо от их экономической мощи или географического размера. Это то, за что мы выступаем вместе с нашими партнерами. И именно так мы можем гарантировать стабильность и безопасность. Вашингтон и Париж обеспокоены эскалацией ситуации на Ближнем Востоке. Об этом шла речь во время телефонного разговора главы МИДа Франции Стефана Сежурне и госсекретаря США Энтони Блинкина, сообщает Госдепартамент Соединенных Штатов. В свою очередь, Италия передала послу Ирана в Риме письмо с призывом не допустить эскалации на Ближнем Востоке. Главы МИД стран G7 обсудили шаги под эскалацией на Ближнем Востоке. Как сообщили в Госдепартаменте США, госсекретарь Энтони Блинкин и его коллеги из Большой Семерки говорили об усилиях для прекращения огня между Хамас и Израилем, которое гарантировало бы освобождение заложников, а также могло бы создать предпосылки для установления мира в регионе. Кроме этого, как заявил в интервью Fox News представитель Белого дома Джон Кирби, США продолжают помогать Израилю подготовиться к возможному нападению Ирана. Я не знаю, что Иран собирается делать и когда они это сделают, но мы должны быть абсолютно уверены, что мы готовы и что у нас есть возможности в регионе помочь Израилю защитить себя. И, честно говоря, также защитить наших людей, наши объекты, наши интересы национальной безопасности. Мы очень последовательно доказывали, не только словами, но и делами, что встанем и защитим Израиль. Я имею в виду, что 13 апреля, когда Иран запустил 300 ракет и беспилотников, у Соединенных Штатов были самолеты и истребители в воздухе, чтобы сбить их. Теперь мы ввели дополнительные военно-морские и воздушные силы в регион, чтобы снова помочь защитить Израиль. Добавлю, что в Вашингтоне также намерены продолжать сотрудничество с союзниками и партнерами по деэскалации ситуации в регионе. Напомню, Израиль находится в состоянии повышенной готовности после того, как Тегеран пригрозил строгим ответом за убийство главаря террористической группировки «Хамас» Исмаила Хани. Все подробности в сюжете. США готовятся отправить дополнительные боевые самолеты на Ближний Восток. Об этом пишет New York Times. Их количество еще определяется. По данным собеседников американской газеты, в Вашингтоне продолжают обсуждать детали американского ответа, чтобы помочь защитить Израиль, не создавая при этом эскалации в регионе. Как заявил Пентагон, американские силы противоракетной обороны были переведены в состояние повышенной готовности к развертыванию. Министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул, что дальнейшая эскалация не является неизбежной, и все страны региона выиграют от снижения напряженности, в том числе путем заключения соглашения о прекращении огня в Газе и освобождении заложников. Беспрецедентный масштаб поддержки США и Израиля с 7 октября должен не оставить никаких сомнений у Ирана, Хизбаллы и других поддерживаемых Ираном террористических группировок относительно решимости США. Как пишет американское издание, «Аксиос», ссылаясь на чиновников, в Вашингтоне ожидает, что новое нападение Ирана будет проходить по той же схеме, как и атака на Израиль 13 апреля. Тогда Иран запустил десятки беспилотников и ракет, но потенциально эта атака станет более масштабной. Кроме того, в ней тоже может быть задействована ливанская группировка Хизбалла. А вот Израиль полностью готов к любому сценарию, как к оборонительному, так и наступательному, подчеркнул премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Мы заставим заплатить очень высокую цену за любой акт агрессии против нас на любой арене. Риск эскалации войны на Ближнем Востоке повысился после того, как Иран пригрозил отомстить Израилю за убийство главаря палестинско-исламистской группировки «Хамас». Президент США Джо Байден отметил, что ликвидация лидера боевиков не помогла достижению прекращения огня в секторе газа. Я очень обеспокоен этим. У меня был прямой разговор с премьер-министром Беньямином Нетаньяху. У нас есть основа для прекращения огня. Они должны двигаться дальше и двигаться к этому сейчас. По информации журналистов Нью-Йорк Таймс, в Иране начались массовые аресты после убийства лидера «Хамас». Так, в Тегеране были задержаны более двух десятков человек, включая старших офицеров разведки, военных чиновников. Массовые аресты подчеркивают, насколько сокрушительным провалом в сфере безопасности для руководства Ирана стало убийство Исмаила Хании. Неспособность Ирана защитить ни свою страну, ни своих ключевых союзников, может оказаться фатальным для иранского режима. Это сигнал врагам страны о возможности свергнуть и обезглавить Исламскую республику. Из публикации The New York Times. Вместе с этим МИД Франции призвал своих граждан немедленно покинуть Иран в связи с возможным закрытием иранского воздушного пространства в случае роста напряженности между Ираном и Израилем. Также французских граждан предупредили о риске произвольного задержания в Иране. На фоне угроз Ирана несколько международных авиакомпаний переостановили полеты в Израиль. В Германии хотят укрепить границу с Венгрией и за решение Будапешта упростить правила въезда для россиян. Также министр внутренних дел немецкой земли Браунбург Михаэль Штюбген призвал усилить контроль во всей пограничной зоне Евросоюза с Венгрией. По словам чиновника, неприемлемо, чтобы ЕС позволил россиянам въезжать на свою территорию фактически бесконтрольно. Напомню, Венгрия упростила условия въезда для россиян и белорусов. После визита Виктора Орбана в Москву Будапешт включил граждан этих стран в программу так называемой национальной карты. Она выдается для желающих. Работят в Венгрии на два года с возможностью продления. О необходимости размещения американских систем вооружения большой дальности на немецкой территории заявила министр иностранных дел Германии Аналена Бербак. Она подчеркнула, новейшее гиперзвуковое оружие будет сдерживать Россию. Как сообщают немецкие СМИ, Бербак также отметила, что сейчас нужен надежный сдерживающий фактор против РФ. И не только для Германии, но и для других европейских государств, таких как Польша, Финляндия и страны Балтии, которые граничат с Россией и столкнулись с гибридными атаками Кремля. Что нас защищает, так это наша поддержка Украины. Людей, мужественно защищающих свою страну. И тем самым мы обеспечиваем то, что войска Путина не приближаются к нам. Что нас сейчас защищает, так это то, что мы инвестируем в нашу собственную безопасность и силу в ЕС, в НАТО и в Германию. И это включает в себя решение о размещении крупномасштабных американских систем вооружения. Потому что нам нужен надежный сдерживающий фактор, чтобы Россия не осмелилась сделать это, совершить нападение. Анна Лена Бербак, министр иностранных дел Германии, в статье для Бильд. Россия одна из немногих стран, которые пытаются шпионить на территории Ирландии. Об этом заявил представитель отдела госбезопасности страны Майкл Макклэлла. Он подчеркнул, что РФ пытается поддерживать различные экстремические силы внутри Ирландии сеять недоверие к власти, а также получать доступ к секретной информации государств и бизнеса. Макклэллган отметил, что правоохранители пристально следят за лицами, которых считают возможными российскими шпионами, а также сотрудничают в этом вопросе с разведчиками других стран Европы. В Азове Ростовской области России вспыхнул сильный пожар. По информации местных телеграм-каналов, огонь бушевал возле нефтехранилища. Само возгорание началось с травы, после чего пламя перекинулось на автопокрышки в промышленной зоне. В целом горели 5000 квадратных метров. В местных пабликах сообщили, что пожар уже локализован. Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области произошел масштабный пожар в районе хладокомбината, где размещалась новая военная база россиян, сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко. По его данным, оккупанты спешно покинули этот район. В Белгородской области России атакована нефтебаза, а в Ростовском регионе – военный аэродром. Также там загорелись резервуары с топливом для армии РФ. По сообщению российских СМИ, горел комбинат «Атлас» Росрезерва, находящийся всего в 160 километрах от линии фронта. Губернатор области заявил, что регион был атакован 55 беспилотниками. Какие объекты в России чаще всего под ударом – в нашем следующем материале. В Белгородской области беспилотники атаковали нефтебазы на территории Губкинского городского округа. В результате взрыва загорелся резервуар. Режим ЧАЭС введён в Морозовском районе из-за атаки склада горюче-смазочных материалов Ростовской области, которая обеспечивала оккупантов на Донбассе. Как заявили в украинской разведке, он поставлял топливо воинским частям и подразделениям России, которые дислоцируются на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. А это, как утверждают российские паблики, взрывы в Морозовске. Там расположен военный аэродром. Местные жители в соцсетях пишут не менее, чем о 16 взрывах вблизи посёлка до Латинка и в районе нефтебазы. Очевидцы считают, что загорелся либо склад боеприпасов, либо цистерны с топливом. Походу, склад с БК. На военном аэродроме Морозовск базируются десятки истребителей Су-34, носители управляемых авиабомб и крылатых ракет Х-59, а также Су-27. По информации Международного разведывательного сообщества, информ Напалм и Остинер следователей, пожар произошёл на территории стоянки российских истребителей. По предварительным данным, у противника есть потери авиации. Приблизительно 20 минут назад спутник НАСА Суоми-НПП оказался над горизонтом, над юго-западной частью России. Его камера обнаружила массивный инфракрасный сигнал, который поступал с российской авиабазы. Сигналом было то, что горит самолёт и его обшивка на Морозовской авиабазе. И сообщение в группе «Остин Техникал» в соцсети Икс. 26 июля был поражён аэродром Саки во временно оккупированном Крыму. Самую информацию подтвердили в генштабе ВСУ. Это один из оперативных аэродромов, которые Россия использует для контроля воздушного пространства. В частности, акватории Чёрного моря и нанесение ударов авиационными средствами поражения по украинской территории. Мощные взрывы в районе аэродрома Дягилева в Рязанской области прогремели 27 июля. Эта авиабаза является местом дислокации 43-го центра боевого применения и переобучения лётного состава, оснащённого самолётами Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134 УБЛ и заправщиком Ил-78. В этот же день был поражён российский дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3 на аэродроме Оленья в 1800 километрах от границы Украины. Недавно дроны достигли определённых аэродромов в Российской Федерации, в частности, северных, в Оленье. Там были поражены дальние бомбардировщики. Это заставило оттянуть очередные массовые удары по нам хотя бы на несколько дней. Кирилл Буданов, начальник главного управления разведки Минобороны Украины, в эфире марафона «Еды не новыны». Последние удары по военным аэродромам и нефтебазам демонстрируют неспособность России защитить свои стратегические объекты, говорят эксперты. А в генштабе ВСУ уже заявили, что украинские защитники будут и дальше методично подрывать военно-экономический потенциал российской армии, чтобы заставить захватчиков прекратить вооружённую агрессию против Украины. Более 200 человек эвакуировали из-за наводнений на Дальнем Востоке России. Как сообщает «Настоящее время», в Бурятии ввели режим чрезвычайной ситуации республиканского уровня. Из-за подъёма воды прорвало Ханхалойскую дамбу. Глава Бурятии заявил, что затоплены два участка федеральной трассы Улан-Удэ-Чита. Движение перекрыто. Защитницы неба. В Киевской области работает мобильная группа ПВО «Бучанские ведьмы». Подразделение состоит исключительно из женщин. Они защищают столицу Украины, сбивая российские шахеды на подступах к Киеву. О мотивации буднях «Бучанских ведьм» дальше в сюжете. Женский добровольческий отряд ПВО «Бучанские ведьмы» отрабатывает боевые навыки. Татьяна – бывший экскурсовод. Говорит, у неё было несколько причин присоединиться к подразделению. У меня погиб муж, погиб брат мужа в марте 22-го года, плюс разрушенное имущество. Было попадание в мою квартиру, и моя мама заболела. Этого всего она не выдержала и тоже умерла. Поэтому мотивация у меня есть. Я очень зла на российских оккупантов. Если так случится, и какой-то один сбитый шахед будет на моём счету, я буду считать, что моя миссия на этой земле выполнена. Татьяна – одна из десятков добровольцев, которые присоединились к «Бучанским ведьмам». Подразделение состоит исключительно из женщин. У Елены – мамы двоих детей. Сегодня первый учебный день. «Я не хочу, чтобы им что-то на голову упало». «Я не хочу, чтобы моим детям что-то на голову упало. Я должна контролировать этот процесс. Раньше у меня была совершенно мирная профессия. Я преподаватель в прошлом. Но сейчас война меняет людей, и нужно как-то приспосабливаться к новым реалиям». Среди задач «Бучанских ведьм» не только защита неба, но и поддержка местной полиции. «Есть женщины, которые тоже могут допомогать». «Есть женщины, которые тоже могут помогать. Я считаю, что женщины могут держать свой фронт здесь. Например, как боевые ведьмы. Нужно помогать стране. Я и так просидела два года после полномасштабного вторжения России. Я вообще не военная, не связана с военными. И жалею, что не присоединилась раньше». Бучу, как и всю Киевскую область, силы обороны Украины освободили от российских захватчиков более двух лет назад. За время оккупации региона россияне только в Бучанском районе совершили более 9 тысяч военных преступлений и убили более 1400 мирных граждан, в том числе 37 детей. Именно после освобождения Киевской области прозвучали первые заявления мировых лидеров о геноцидном характере военных преступлений российской армии в Украине. Норвегия выделяет Украине 7,5 миллионов долларов для поддержки детей и их семей. Об этом заявили в Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий. И отметили, что Норвегия – это пятый крупнейший партнер ЮНИСЕФ в сфере реагирования на гуманитарные вызовы в Украине. И эта финансовая поддержка позволит фонду ООН продолжить реагировать на неотложные потребности детей и их семей в районах, пострадавших от российской агрессии. Мы ценим наше давнее партнерство с правительством Норвегии, которое, благодаря финансированию в рамках программы поддержки Нансена, позволяет нам быть гибкими и быстрыми в предоставлении жизненно важной поддержки детям в это критическое время. Мунир Мамедзаде, представитель ЮНИСЕФ в Украине. В Италии снова проснулась Этна. Сицилийский вулкан выбросил стол пепла и дыма, сообщает Рейтер. Это уже пятый эпизод активности самого высокого действующего вулкана Европы, начиная с 4 июля. На прошлой неделе расположенный неподалеку аэропорт города Катания даже приостановил работу из-за активности Этны. Первое золото Украины на Олимпиаде в Париже. Женская сборная саблисток победила фехтовальщицы из Южной Кореи в финале командного турнира. Ключевую роль в триумфе сыграла Ольга Харлан, которая ранее уже выиграла бронзу в индивидуальных соревнованиях. С победой украинских саблисток поздравил и президент Украины Владимир Зеленский. Украинское золото на играх в Париже. Наша сборная по фехтованию на саблях. Ольга Харлан, Елена Кровацкая, Алина Камощук, Юлия Бокастова. Спасибо за результат, за характер, за то, что украинцы побеждают. Болеем за наших и поддерживаем всей страной. Украина и на Олимпийских играх, и в такое время умеет вдохновлять. Владимир Зеленский, президент Украины, в Телеграм. Золото в женском командном турнире по фехтованию уже шестая олимпийская медаль в карьере Ольги Харлан. До игр в Париже в ее активе были золотая и серебряная награды женской командной сабли, а также три бронзы в индивидуальных соревнованиях. Отмечу, что для Харлана эта Олимпиада стала уже пятой в карьере. Я сама не могу осознать, что у меня шесть наград с Олимпиады. Во-первых, я очень рада, что принесла для Украины все эти награды. Во-вторых, это результат той работы, которую я делала, того стремления. Результат работы моих тренеров, команды. Это не только мои награды, это точно. Потому что это все командная работа. Очень благодарна им за это. Конечно, это для Украины, и мы везем это домой. Украинцы вдохновились выступлением своей сборной на Олимпиаде в Париже и особенно успехами Ольги Харлан, которая стала самой титулованной украинкой в истории Олимпийских игр. Действительно, это очень хорошо, очень круто. Я поздравляю наших украинских спортсменов. И я поздравляю всех украинцев. Ведь мы видим, что есть разные линии фронта. И каждый из нас старается сделать все возможное, чтобы приблизить нашу победу. Вчера я ехала в поезде. Вчера ехала в поезде и с нетерпением ждала многих результатов. И в легкой атлетике, и в спортивной гимнастике. А особенно порадовала победа наших фехтовальщиц. Ольга Харлан – чудо украинского спорта. Честь и слава им всем. Александр Хижняк победил двукратного олимпийского чемпиона и вышел в финал боксерского турнира. Таким образом, украинец уже гарантировал себе минимум серебряную медаль Игры в Париже. За золото Хижняк будет боксировать в среду с представителем Казахстана Нурбеком Аралбаем. В эти минуты проходит финал по прыжкам в высоту, где Украину представляет мировая рекордсменка Ярослава Могучих, а также Ирина Гераченко. Кроме этого, через несколько минут за олимпийскую медаль борьбу начнет метатель молота Михаил Кохан, который прошел квалификацию с третьим результатом. Актуальные новости читайте в телеграм-канале Freedom. Если вы еще не подписаны на него, сканируйте код на экране, переходите по ссылке и тогда будете в курсе важных событий в Украине и мире. На этом у меня все. Однако не спешите уходить. О значимых темах всей недели в формате марафона далее будет говорить Олег Борисов. Оставайтесь с Ридом и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин